Очередной наезд на пешеходном переходе. В районе машзавода около 10 часов утра груженный самосвал насмерть сбил женщину. Водитель 1955 года рождения, управляя автомашиной Бифан, следуя по улице Комарова, города Лунда, на нерегулированном пешеходном переходе совершил наезд на женщину. В данный момент на месте работы сотрудники госавтоинспекции будут устанавливаться личность самого пешехода. По версии водителя, погибшая не переходила дорогу, а дожидалась, пока освободится трасса. Как произошло? Она стояла, я уже проезжал, переход, она с собакой была, собака дернула и вытащила. Она с собакой была? Ну конечно, она с собакой сидела. Подтвердит или опровергнет слова мужчины только следствие. Видеорегистратора в грузовике не было, на соседних домах также камер не установлено. А тот самый пес до последнего находился рядом со своей погибшей хозяйкой, пока его не приютили родственники. Известно, что женщине было 70 лет. Еще одно ДТП утром произошло на кольцевой развязке в 20-м Аквартале. Водитель КамАЗа решил выехать с кругового движения со второй полосы. Как итог, микроавтобус от удара улегся на бок. Поворотник что, не видеть? На поворотник вам же не дает права преимущества проезда. Вы же не шаланды. Ну и что? Надо при перестроении всегда смотреть. Здрасте. К счастью, в этом случае обошлось без жертв. К другим происшествиям пожар на улице Бабушкина. Горели торговые павильоны, в которых располагались заведения общепита. Замыкание проводки или поджог пока неизвестно, говорит администратор павильонов. Пока еще не есть. Знаватель не работает. Все, понял. Каких-либо причин неизвестно. Не установлено. На место происшествия пожарные выехали в половине седьмого утра. По оперативным данным, в результате пожара изнутри выгорели два павильона на общей площади 30 квадратных метров. Отметим, что тушение осложнялось тем, что торговые павильоны располагаются в одном здании и разделены между собой стенами, обшитыми горючими материалами. Также с места возгорания пожарными эвакуирован газовый баллон. Спасателям удалось предотвратить переход огня на соседние здания. Ущерб сейчас устанавливается. Погибших и пострадавших нет. По всем фактам происшествия ведутся следственные мероприятия. Юлия Пермякова, Сергей Юдовиченко и Жаргал Цериндашеев. Новости дня.